Приветствую вас, я думаю, что вы очень некорректно ставите вопрос, когда спрашиваете, кто виноват, потому что не виноват никто. На тот момент, когда ваша подруга вам помогала, ну, я так подозреваю, что она делала это, ну, если не искренне, то, по крайней мере, она верила, верила в то, что, ну, в то, что она делает. Она верила в то, что вот её какие-то действия, это действительно искренне, вот, она в это верила. Я более чем уверен в этом, я более чем уверен в том, что она, ну, хотела помочь. Другое дело, зачем она это делала, да, то есть, ну, для чего она это делала, для чего это было нужно, но здесь, конечно, вопрос. Судя по тому, что получилось в итоге, у неё была некая такая идеализированная картинка того, как должны складываться ваши отношения с ней, вот. И, возможно, она считала, то есть, тут два варианта, знаете, тут два варианта, либо она, значит, действительно надеялась таким образом вас, как-то, значит, загаболить, да, то есть, чтобы вы были ей должны, и тогда это уже скорее ваша ответственность, что вы позволили ей помогать, о себе, о себе, то есть, вы ожидали от неё, там, что она это всё делает-то просто так, а на самом деле нет, вот. Либо у неё в семье всё, в своей, в своей семье что-то разладилось, и она вот негатив сливает на вас, потому что завидует, завидует, потому что завидует вашему, вашему счастью, а у неё всегда изначально было всё хорошо. Косвенно, косвенно на то, что именно у неё в семье что-то разладилось указывает то, что она стала звонить вашему парню и обвинять вас в измене. То есть, как бы, она хочет разрушить вашу семью, то есть, она не хочет уволить вас с работы, не хочет уволить вас с работы. Она хочет именно разрушить свою семью, то есть, как бы, это момент такой, что её беспокоит тема именно семьи, вашей семьи. А вот почему её беспокоит тема вашей семьи, это вопрос. Есть, как бы, других объяснений, на мой взгляд, других объяснений, кроме как, значит, проблем, ну, в её собственной семье, ну, на мой взгляд, других вообще нет абсолютно причин, да, нет других объяснений. Вот, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Вот, на мой взгляд, опять же повторю, на мой взгляд, это очевидно. Я не берусь утверждать наверняка, сейчас там, я не знаю. Вот, но совершенно очевидно, совершенно очевидно, что, ну, что виноватых в этой ситуации просто нет. То есть, именно виноватых, именно виноватых в этой ситуации нет и быть не может быть. Вот. Вам нужно просто свою, как бы, ответственность в этой ситуации отграничить от её. Если одна другая считает, что вы что-то ей должны, спросите, спросите её, что конкретно она считает, вы должны для неё делать, отдайте ей это, и больше с ней после этого дела никак не имеете. То есть, понимаете, сейчас, вот, минимально, с минимальными потерями, чтобы вам расстаться, понятно, что подругами вы уже больше не можете быть, вот, по крайней мере, до тех пор, пока у вашей подруги не поменяются отношения, да и у вас в себе отношения не поменяются тоже, вот, до тех пор вам нужно максимально безболезно нарастаться. Это, возможно, только в том случае, если вы дадите своей подруге то, чего она хочет, вот, от вас, как бы, вот. История, на мой взгляд, такая история, на мой взгляд, конечно, очень неприятная, но что здесь поделать, да? Ничего здесь не поделаешь. Вот, значит, виноваты, что вы ищете, это очень негативно и очень настораживает, что это единственный вопрос, который вас, судя по всему, волнует, кто же виноват, вот, никто не виноват в этой ситуации, вот, вы обе, обе так выстроили отношения, что вы, ну, как бы, вот, видимо, не были друзьями изначально, вот, а может быть, что-то по-другому, действительно выясняется, вот, вы ни в чем не виноваты, что у вас чувство вины не покидает, да, это лично ваша ответственность за вас не покидает чувство вины, чувство вины родом из детства и упирается оно, условно говоря, в то, что вы должны. То есть вы считаете, вы считаете, что вы должны, ну, что-то, вы считаете, что вы должны что-то, на самом деле нет, на самом деле нет, на самом деле вы ничего не должны. Именно ваше разрешение от благословения, что вы виноваты, приобретённое из детства, сейчас вами рукованят. То есть это вот, если кто-то социализирует нас, кто-то виноват, а конфликтов, где никто не виноват, ну как бы не бывает. Вот, и на самом деле это, ну эта позиция, она довольно узкая, на мой взгляд, потому что очень ограничивает ваше, ну вот, ваше восприятие. Вот, ну чувствуете вас эмоционально, чувствуете, чувствуете, что вы эмоционально очень восприняли эту ситуацию, вот. Вот так, Анна, чувство вины можно убрать, а чувство вины можно подставить, оно идет из детства. Когда родители вас, ну, принесли к чему-то, принесли к чему-то, принесли к чему-то делать. Вот. С этим можно работать. Вот, вопрос так в том, ну, хотите ли вы, хотите ли вы это делать. Вот, в принципе, в принципе, так, в принципе, так вот то, что я вам могу сказать. На этом все. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, если у вас остались вопросы, либо если вы захотите поработать с чувством вины, который является единственным предметом, что мотивирует вас так воспринимать эту ситуацию, то обращайтесь в личку, буду рад помочь. Вот. Желаю вам удачи и всего самого доброго. Желаю вам удачи. Удачи! Продолжение следует...